К другим темам. Совместить инклюзивное образование и индивидуальное обучение теперь стало возможной в Твери. Такая модель образования теперь доступна в средней школе номер 34. Там открылся первый в городе ресурсный класс, где будут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. Как создавалась аудитория и чем она отличается от привычного класса, выяснила наша съемочная группа. Индивидуальная парта для ребенка. Можно сравнить, что у каждого ребенка свой материал. Свои подсказки, свой график, своя документация. Педагог Алина Захливная рассказывает, как устроен ресурсный класс. Например, парты, изолированные для комфорта особенных учащихся. А еще есть так называемая сенсорная зона, где ребенок может отдохнуть и настроиться. Все это должно помочь детям с ментальными расстройствами адаптироваться к учебе уже в обычном классе. Дети с особой образовательными потребностями находятся в ресурсном классе со специалистами. И уже в дальнейшем дети переходят в обычный класс. И изначально эти дети зачислены в обычный класс. Но для того, чтобы их адаптация проходила более успешно, их часть их обучения проходит в ресурсном классе. В классе с ребятами будут работать педагоги. Специалисты прошли курсы повышения квалификации в Москве. Среди них тьютеры. Одна из них мама одного из особенных учащихся. Рассказывает, что ее обязанность помогать такому школьнику абсолютно по всем вопросам. От учебы до общения со сверстниками. Отслеживаю его поведение, отслеживаю его академические навыки. И, соответственно, как работаю здесь индивидуально, так мы и работаем уже в обычном общеобразовательном классе. Там я веду с ним уроки. Остаюсь на перемены, где и пытаемся найти такую коммуникацию между детишками-особыми и детьми норматипичными. Важность инклюзивного образования понимают и педагоги, и родители. Ведь именно инициатива родителей и поддержка администрации школы сыграли ключевую роль в появлении такого класса. Сейчас в нем обучаются двое первоклассик с расстройством аутистического спектра. Инициатива создания ресурсного класса исходила из родительского сообщества. Всероссийская организация родителей детей инвалидов с ментальными нарушениями. Мы, учитывая все пожелания нашего родительского сообщества, написали обращение о том, чтобы включить сюда наших детей. Под ресурсный класс был переоборудован обычный кабинет. С ремонтом, закупкой всего необходимого помогли спонсоры и депутаты Тверской городской думы. В частности, Дмитрий Фадеев и Сергей Козлов. Этот класс вообще в Твери, он первый. Мы создали этот класс, чтобы можно было социализировать наших деток, например, с аутизмом, с какими-то другими заболеваниями. И, конечно, этот опыт нужно изучать, смотреть и, наверное, внедрять в других школах. Потому что таких детей у нас пока действительно много еще до сих пор. А опыт прекрасный. Пока этот ресурсный класс на базе 34-й школы единственный в городе. Возможно, что образовательные учреждения также смогут перенять опыт, что позволит детям с рядом расстройств получать образование не в коррекционных учреждениях, а в обычных, вместе с остальными детьми. Что, безусловно, эффективнее и позволит им быстрее адаптироваться в социуме.